по поводу ожирения, фибрилляции предсердий, механизмов возникновения современной принципа лечения. Будет докладывать Тарзиманова Аида Ильгизовна, извините, напомню, что она является автором наших рекомендаций по ковиду и постковидному синдрому, соавтором, да, и мы всегда очень приветствуем наших друзей и соавторов. Пожалуйста. Я выхожу. 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 Это пациенты с фибрилляцией предсердий. Какие основные механизмы влияния избыточной массы тела на развитие аритми? Это, конечно, активация симпатоадреналовой системы, повышение активности ренино-анбитониденалестероновой системы, это развитие артериальной гипертензии, но в рамках не просто гипертонической болезни и эссенциальной артериальной гипертензии, а вследствие именно вот такого морбидного ожирения, то есть фактически это артериальная гипертензия симптоматическая, вторичная, возникшая на фоне очень высокого веса. Это появление инсулино-резистентности, влияние высокого уровня глюкозы на изменение функции метафодрии непосредственно самих кардиомиоцитов. Это выраженное нарушение липидного обмена, которое также повреждает органеллы, внутриклеточные кардиомиоциты, и способствует повышению возбудимости бритерных тканей. Но самый важный механизм, который сейчас очень активно возбуждается, это механизм развития системного воспаления у пациентов, имеющих избыточный вес. Любой вес избыточный, любая или жировая ткань является достаточно таким серьезным основанием для развития вот этой гипотезы о высоком риске сердечно-сосудистых осложнений. На самом деле оказывается, что наиболее значимое, наиболее пагубное воздействие оказывает именно висцеральная жировая ткань и ее определенный вид, который называется эпикардиальной жировой тканью. Расположена эта эпикардиальная жировая ткань между эпикардом и висцеральным листком перикарда, тесно прилегает к миокарду, это фактически та жировая ткань, которая фактически лежит вокруг ткани предсердий и желудочков, непосредственно находится вокруг сердца. Иногда говорят о том, что она создает оптимальные анатомические образования, некоторую такую мягкую подушку жировую, но в большинстве случаев ученые сходятся в том, что именно вот эта эпикардиальная жировая ткань и ее увеличение и влияет на развитие различных сердечно-сосудистых осложнений, и прежде всего, конечно, на развитие админи. Почему и чем опасна эта эпикардиальная жировая ткань? Прежде всего тем, что именно в ней синтезируется самое большое число гуморальных факторов и прежде всего адипоцитокинов, которые реализуют вот этот механизм воспаления, о котором на сегодняшний день очень активно многие исследователи говорят. В рутинной клинической практике мы достаточно просто можем с вами исследовать эпикардиальную жировую ткань у наших пациентов, и самым простым методом ее визуализации, самым простым методом ее определения является эхокардиография. Это фактически подсчет толщины вот этой жировой ткани по данным трансторакальной эхокардиографии. Это простое наше рутинное исследование, которое мы можем проводить, ну, ежедневно и проводим нашим пациентам в нашей рутинной клинической практике. Более точным методом исследования эпикардиальной жировой ткани является проведение компьютерной томографии сердца или магнитно-резонансной томографии сердца. И вот именно с помощью вот этих, ну, эргенологических методик мы с вами можем определить не только толщину эпикардиального жира, но и его объем. То есть вот два основных исследования, которые достаточно точно позволяют сказать, есть ли вокруг нашего миокарда избыточное развитие вот этого висцерального ожирения эпикардиальной жировой ткани, или же у нашего пациента этой эпикардиальной жировой ткани достаточно мало. И вы знаете, мы проводили большое количество исследований, вот за последние два года у нас уже, в общем-то, есть целая такая база данных наших пациентов, которые мы с помощью эхокардиографии, безусловно, изучали толщиной эпикардиальной жировой ткани, и мы видим очень часто, что даже у тех пациентов, у которых нет вроде бы очень избыточного веса, и мы не видим у них выраженной третьей морбитной степени ожирения, но эпикардиальная жировая ткань в ряде случаев, она действительно присутствует, и большинство этих пациентов, к сожалению, имеют более тяжелый анамнез с речесосудистой патологией. Какие основные механизмы эпикардиальная жировая ткань может давать, и какие основные, в общем-то, звенья патогенеза она включает при развитии самых разнообразных повреждений сердца? Ну, прежде всего, непосредственно, анатомическое ее повреждение, потому что накопление жировой ткани в миокарде, именно в эпикарде, фактически проникает глубже, и можно сказать, что это и жировая инфильтрация, она приводит к нарушению межклеточного взаимодействия, и именно нарушение вот этих межклеточных контактов и дает основания говорить о том, что эпикардиальная жировая ткань нарушает передачу нервного импульса в претердной ткани, ну, в том числе, конечно, в ткани желудочков, и способствует развитию нарушения сердечного ритма. Так как предсердия имеют более нежное строение и толщина стенки предсердия гораздо тоньше, чем стенка желудочка, то наличие большого скопления эпикардиального жира вокруг предсердия, к сожалению, приводит к гораздо более быстрому развитию у них наджелудочковой эстросистолии и более быстрому появлению фибрилляции предсердия. Поэтому непосредственно анатомические изменения предсердной ткани, когда мы видим инфильтрацию вот этих жировых включений непосредственно между кардиомиоцитами, и является основной анатомическим субстратом для развития аритмии. Второй очень важный механизм – это как раз вот эти пробоспалительные цитокины, то есть огромное количество гуморальных факторов, которые вырабатывают что? Которые вырабатывают не просто сами по себе клетки адипоцитокины, а вот непосредственно лейкоциты, которые очень активно инфильтрируют висцеральный жир, очень активно, очень большое количество лейкоцитов присутствует и в эпикардиальной жировой ткани. Они оказывают местное такое проаритмогенное действие на миокар предсердий, и эти макрофаги способны синтезировать самые разнообразные гуморальные факторы, которые мы с вами очень часто слышим, ну при таких, например, инфекционных заболеваниях, даже как коронавирусная инфекция. Что способны синтезировать эти макрофаги? Цириактивный белок, интерлейкины, фактор некроза опухоли альфа, трансформирующий фактор роста, милопероксидаза, то есть фактически тот набор гуморальных факторов, который так или иначе приводит, конечно, естественно, к воспалению, к развитию дисфункции эндотелия и, конечно, к сосудистому повреждению, повреждению именно кардиомиоцитов непосредственно. Ну, уважаемые коллеги, мы с вами помним, что еще с 2016 года уровень цириактивного белка доказано, является предиктором высокого риска сиречно-сосудистых осложнений, в том числе этот, конечно, предиктор высокого сиречно-сосудистого риска и у пациентов с ожирением, и вот уровень цириактивного белка более 3 мг на литр, то есть, в общем-то, ну, как нам кажется, на сегодняшний день не такое значимое повышение, да, уже однозначно приводит к более высокому риску развития сосудистых осложнений, ну, прежде всего, прогрессированию выраженному атеросклеротической бляшки, да, и, конечно, к более высокой вероятности развития шимического инсульта, инфаркта миокарда. А уровень цириактивного белка у наших пациентов уже с сиречно-сосудистыми заболеваниями от 5 до 10 мг на литр говорит о том, что мы имеем дело с пациентом с очень высоким риском с сиречно-сосудистых событий. Поэтому именно повышение цириактивного белка у пациента с висцеральным ожирением, с очень большим объемом эпикардиальной жировой ткани, также, в общем-то, обеспечивает высокий риск развития сосудистых осложнений. Помимо вот факторов таких воспалительного, воспалительной активности, непосредственно сами клетки жировой ткани, сами адипоцитокины вырабатывают большое количество гуморальных факторов. И вот этих факторов, их очень много, на сегодняшний день их описано более 50. Название этих гуморальных веществ – это адипоцитокины, да, это не просто маркеры какого-то воспалительного генеза, а именно какие-то гуморальные факторы. И можно их разделить на две большие группы. Те, которые однозначно оказывают негативное влияние на сиречно-сосудистую систему, прежде всего на миокард. Это всем известный, хорошо изученный лептин, новый гуморальный фактор галлептин, висфатин и резистин. Они увеличивают концентрацию вот этих провоспалительных цитокинов, повышают уровень цириактивного белка и, конечно, влияют очень негативно на развитие высокой возбудимости миокарда. Однако среди этих гуморальных факторов есть и те, которые влияют позитивно, оказывают такое защитное свойство именно с точки зрения высокой возбудимости миокарда предсердия. И к таким факторам можно отнести два белка – это адипонектин и аминтин. Они также синтезируются клетками жировой ткани, но необходимо отметить, что при чрезмерном развитии, при ожирении третьей степени уровень адипонектина и уровень аминтина у наших пациентов может снижаться. Поэтому такое тяжелое морбидное ожирение, к сожалению, приводит даже частично к изменению функции этих клеток жировых и к более значимому снижению вот этих позитивно влияющих факторов. В основном происходит дисбаланс, где негативное влияние лептина, галлоктина и висфатина оказывается чрезмерно высоким. Вот поэтому те положительные свойства аминтины и адипонектина, которые описаны, это прежде всего антиоксиданты и противовоспалительный эффект, они нивелируются за счет достаточно высокой концентрации вот этих вот негативных адипоцитокин. Поэтому на сегодняшний день мы можем представить механизм ожирения в виде развития высокой активности симпатоадреналовой системы, высокой активности ренино-ангетензинной системы, инсулинорезистентность, нарушение липидного обмена. Это четыре основных полагающих таких звена, которые мы с вами хорошо знаем, которые действительно широко описаны у влияния ожирения вообще на серечно-сосудистую систему и серечно-сосудистый риск. Но помимо этого существует еще новое вот такое звено патогенеза в виде системного воспаления, который и, в общем-то, опосредует развитие достаточно высокой возбудимости претербной ткани и приводит к развитию аритмии, прежде всего, фибрилляции претербной. Еще одно очень важное заболевание, которое часто диагностируется в современной популяции, и недавно даже вышли новые рекомендации, новый консенсус у нас в Российского общества гастроэнтерологов по лечению. Это неалкогольно-жировая болезнь печени. И впервые, наверное, мы можем посмотреть на это заболевание с точки зрения именно кардиолога, потому что действительно появились много клинических исследований и работ, которые показывают, что у пациента с неалкогольной жировой болезнью печени также увеличивается риск развития фибрилляции претербной. Ну, каким образом может оказывать неалкогольная жировая болезнь печени влияние на фибрилляцию претербной? Ну, дело в том, что оба этих заболевания имеют общность механизма развития, общность механизма патогенеза, да? И при неалкогольной жировой болезни печени и при эпикрадиальном ожирении имеется достаточно большое скопление вот этих жировых клеток в паранхемии органов. И поэтому вот очень такое одно из основополагающих исследований, которое было проведено, когда пациентам проводили функционную биопсию печени и посмотрели индекс жировой инфильтрации печени и проводили параллели, да, с развитием количество пароксизма фибрилляции претербной, которые есть у этих пациентов. И оказывалось, что действительно, чем больше жировая инфильтрация печени, чем больше висцерального жира есть у наших пациентов, тем более высокий риск развития аритмии, ну и в частности развития фибрилляции претербной. У кого этот риск еще больше увеличивается? У пациентов пожилого возраста, у больных с сахарным диабетом, у пациентов, у которых есть очень выраженное морбидное ожирение. И на базе нашей клиники, на нашей кафедре в течение последних трех лет мы проводили такую пилотную работу, вот несколько, конечно, эпидемии коронавирусной инфекции, она это исследование у нас несколько отодвинула, но сейчас вновь мы возвращаемся к нашей рутинной научной практике, к нашей обычной работе, где мы исследовали роль висцерального ожирения в развитии фибрилляции претербной у пациентов, у которых была выявлена артериальная гипертензия. Целью нашей работы было изучить влияние размеров эпикардиальной жировой ткани и плазменных концентраций вот этих адипоцитокинов на возникновение фибрилляции претербной у пациентов с артериальной гипертензией. Уважаемые коллеги, мы включили 106 пациентов, из которых 63 больных, это были больные с артериальной гипертензией и пароксизмальной формой фибрилляции претербной, и 43 пациента, у которых была выявлена артериальная гипертензия, но нарушение сердечного ритма в анамнезе и при проведении суточного мониторирования КГ не было. При сопоставлении этих групп не было выявлено достоверных различий по среднему возрасту пациентов, пепловому составу, по степени повышения артериального давления, длительности артериальной гипертензии. Единственное значимое, в общем-то, изменение, которое мы отметили, это у пациентов, у которых была аритмия, у пациентов с фибрилляцией претербной, у них гораздо чаще мы выявляли избыточный вес, и поэтому наличие ожирения в этой группе, оно было достоверно выше, чем у тех больных, у которых не было нарушения сердечного ритма. Всем этим пациентам мы выполняли эхокардиографию, проводили компьютерную томографию грудной клетки, и вот по данным этих двух исследований мы оценивали толщину эпикардиальной жировой ткани и объем эпикардиальной жировой ткани. Ну, я сразу оговорю, что не все эти пациенты, которые мы включали в исследование, не имели избыточный вес, то есть фактически все мы обследовали очень активно этих больных, и оказалось, что действительно у тех пациентов, у которых есть аритмия, у которых есть пароксизмальная форма, мы увидели, что у них есть значительное достоверное увеличение как толщины эпикардиальной жировой ткани, так и увеличение объема вот этого эпикардиального жира. При исследовании гуморальных факторов мы изучали, ну, два основных маркера, которые хорошо достаточно изучены, это аминтин и висфатин, аминтин, который является благоприятным гуморальным фактором и обладает антиоксидантными свойствами, защитными свойствами, и висфатин, который однозначно является неблагоприятным гуморальным фактором, и оказалось, что у пациентов с нарушениями сердечного ритма уровень аминтина снижался, а уровень аминтина был достоверно выше, чем у тех больных, у которых фибрилляция предсердия не была выявлена. И при проведении многофакторного реабилитационного анализа было выявлено, что действительно наличие вот большого объема и большой толщины эпикардиальной жировой ткани фактически в 4 раза увеличивает риск развития фибрилляции предсердий при сравнении с теми пациентами, у которых объем эпикардиальной жировой ткани, в общем-то, остается длительное время нормальным. И вот увеличение плазменной концентрации висфатина также фактически в полтора раза увеличивало риск развития этих приступов фибрилляции предсердия, поэтому, конечно, плазменная концентрация висфатина действительно оказывает неблагоприятное воздействие на развитие вообще сердечно-сосудистых осложнений и, в частности, конечно, фибрилляции предсердия. Поэтому основным выводом нашего исследования стало утверждение о том, что у пациентов артериальной гипертензии с фароксизмальной формой фибрилляции предсердий выявлены достоверно более высокие показатели толщины и объема эпикардиальной жировой ткани. И вот эти параметры, именно толщина и объем, могут быть интегральными маркерами развития фароксизмальной формы фибрилляции предсердий у больных с высокими цифрами артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией. Уважаемые коллеги, конечно, для нашей с вами аудитории, для практикующих врачей, очень важно понять, какие же препараты мы можем назначить, если у пациента есть одновременно высокий индекс массы тела и аритмия, и максимальная форма фибрилляции предсердия. Какие лекарственные препараты предпочтительнее рекомендовать нашим пациентам, а от каких лекарственных препаратов лучше отказаться. Ну, последняя рекомендация российского общества кардиологов и рекомендации 2020 года европейского общества кардиологов говорят о том, что вообще лечить фибрилляцию предсердия мы с вами должны, учитывая три основных направления. Прежде всего, это назначение антикоагулянтной терапии, потому что эта аритмия значительно увеличивает риск тромбоэмболических осложнений, и это лечение однозначно должно проводиться всем пациентам, имеющим избыточный вес. Это назначение препаратов, непосредственно обладающих либо пульсурежающим эффектом, либо препаратов, которые направлены на сохранение синусово-ритма, то есть антиаритмической терапии. Об этом мы сейчас с вами тоже поговорим. Ну и, конечно, рекомендовать нашему пациенту обязательно фактически пытаться, ну, с помощью диет, с помощью, может быть, активной физической нагрузки хоть как-то снизить вес, потому что, конечно, избыточное масло тела сама по себе является фактором, который будет усугублять течение его аритмии и, в общем-то, приводится к более частому пароксизму. Ну, наиболее сложный для нас выбор с точки зрения большого количества антиаритмических препаратов, которые на сегодняшний день есть в нашем арсенале, это, конечно, назначение либо пульсурежающей терапии, либо антиаритмической терапии, которую мы можем использовать в нашем пациенте. На сегодняшний день вот рекомендации должны быть такие. Если у пациента есть пароксизмальная форма фибрилляции предсердия, желательно всем таким больным все-таки длительно назначать пульсурежающую терапию, да. Вместе с этой терапией, да, то есть наряду с этим лечением, у тех больных, у которых есть активные жалобы, когда они испытывают действительно выраженный дискомфорт при развитии пароксизма фибрилляции предсердия, конечно, мы должны рекомендовать проведение им антиаритмической терапии. Какие препараты мы можем выбрать для наших пациентов, имеющих избыточный вес? Ну, я сейчас говорю о тех случаях, когда у пациента есть выраженное морбидное ожирение, есть высокий индекс массы тела, и нету тяжелых сиречно-сосудистых осложнений, которые мы могли бы на них повлиять. Да вот таким пациентам, препаратом выбора, будет для купирования пароксизмной фибрилляции предсердия, конечно, является пропофенон. Этот препарат мы можем использовать как внутривенно, нагрузочное введение внутривенного препарата, и он очень быстро и хорошо восстанавливает синусовый ритм, так и очень широко мы можем использовать его в виде приема нагрузочной дозы лекарственного препарата при медикаментозном лечении. То есть фактически давать перорально таблетированную форму пропофенона из расчета где-то 600 мг для однократного применения. И вот именно этот лекарственный препарат имеет действительно очень большие преимущества для пациентов с ожирением, потому что он не обладает тяжелыми побочными эффектами, может использоваться и должен быть препаратом выбора. У пациентов без грубых органических изменений сердца, и вот об этом мы сегодня как раз с вами говорим, что у пациента нет тяжелого изменения сердца, а в общем-то может использоваться, конечно, для лечения, в том числе наших пациентов с ожирением. Ну, второй механизм, который мы с вами можем рекомендовать, то есть второе направление в лечении, это, конечно, проведение радиосотной катетерной аблации. И вот в этой ситуации достаточно эффективным методом лечения пациентов с избыточной массой тела и пароксизмальной формой фибрилляции предсердия может быть именно развитие катетерной аблации как, в общем-то, альтернативные методы лечения. Ну, еще есть один лекарственный препарат, который, конечно, вы хорошо знаете, о котором нельзя не сказать, говоря о фибрилляции предсердия, это препарат аммиадарон. Однако при сравнении с пропонормом мы можем сказать, что, к сожалению, у него гораздо больше побочных эффектов. И вот для длительного приема, да, в сравнении с аммиадароном, к сожалению, у аммиадарона есть гораздо больше период полуэвведения. Этот препарат очень хорошо аккумулируется в тканях, и поэтому, конечно, в сравнении с препаратом первого С-класса, в сравнении с пропофеноном, аммиадарон, конечно, будет уступать. Почему? Из-за именно большого количества проаритмогенных эффектов. Ну, какие еще есть лекарственные препараты, которые направлены, в общем-то, на профилактику развития именно рецидивов аритмии или просто на профилактику возникновения этого нарушения сердечного ритма? Это все те лекарственные препараты, которые так или иначе действуют на основные пути патогенеза. Конечно, это прием препаратов из группы ингибиторов, амбитосивоперращающего фермента, или блокаторов рецепторов к ангиотензинам. Это, безусловно, назначение ранее статином, если у пациента есть нарушение липидного обмена, прием метфармин, как одного из препаратов, улучшающих именно изменение уровня глюкозы. Ну и в заключении я бы хотела сказать о том, что последние три года появились очень интересные работы, ну можно сказать, что это такие первые экспериментальные исследования, о том, что также прием препаратов урсозоксихолевой кислоты может способствовать уменьшению риска развития, то есть способствовать первичной профилактике фибрилляции предсердия. Вот препараты урсозоксихолевой кислоты, мы с вами можем говорить о том, что они уменьшают жировую инфильтрацию печени, обладают некоторым таким антиоксидантом и противовоспалительным эффектом, поэтому это тоже одно из эффективных достаточно лекарственных препаратов, которые мы можем с вами рекомендовать для приема именно с точки зрения первичной профилактики аритмии. Уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание, благодарю вас за внимание. Спасибо, спасибо. Вопросы как-то у нас с вопросами плохо. Все отметились, что они из Чудова, Павлодара, Архангельска. Вот с вопросами как-то в этот раз небогато. Ну, немножко, мне кажется, все сейчас прибиты ситуацией, и вообще как-то думают о разном. Вот, поэтому, ну, тогда мы поблагодарим за выступление. Вот, ну, вот пишут спасибо, спасибо, да. Ну, спасибо. Мы будем дальше работать. А вот есть ли препараты для уменьшения висцерального жира? Все именно истинные препараты, которые только этого выбирают, таких нет. Поэтому единственное здесь, конечно, так же, как и общая рекомендация, вот, мы можем рекомендовать только, ну, может быть, терапия вообще препаратами для снижения веса, но лучше, конечно, это все-таки рекомендовать диету, самое главное, и активную физическую нагрузку, чтобы просто уменьшить, в том числе, этот эпикардиальный жир. Вот, а поэтому какого-то основного, единственного препарата такого на сегодняшний день нет. Хорошо. Спасибо.